В этом видео плагин на WordPress, который позволяет встраивать на вашей странице WordPress практически любые документы. Вот сейчас, например, перед вами PDF-документ, который встраивается с ползунком, имеет элементы управления, то есть увеличить документ, уменьшить, скачать, печать и другие возможности. Давайте рассмотрим данный достаточно удобный плагин для работы с разными файлами, именно встраивание файлов в страницу WordPress. Нет времени разобраться в тонкостях сайта строения? Звони прямо сейчас. Телефон, кстати, вот здесь вот сейчас будет. Звонить, кстати, можешь бесплатно через приложение Viber или WhatsApp. Создадим тебе суперсайт. А я возвращаюсь к теме урока. Поехали! Взял информацию со страницы разработчиков, поддерживаемый тип файлов. Вот можете ознакомиться, посмотрите, какие есть файлы. Если здесь есть те файлы, которые вам нужны, которые вы хотите использовать, встраивать на своем сайте, возможно, этот плагин вам подойдет. Будем рассматривать в этом видео на примере встраивания документа в формате PDF. Есть только очень сильный недостаток. Не знаю, можно ли считать это недостатком. Возможно, в обновлениях это исправят. Но у меня именно PDF-документ не отобразился, вообще не отобразился в браузере Opera. То есть сейчас вот открыта страница, как будто бы здесь ничего нет, но на самом деле я зашел через Chrome, браузер Chrome. Здесь, вы видите, документ присутствует. Опять же, уточню, это PDF. Не знаю, как будут работать другие документы. Если вы будете работать с другими документами, можете потестировать. Плагин условно бесплатный, но я думаю, бесплатных опций тут будет достаточно. Какие здесь платные возможности, сейчас тоже мы посмотрим. Итак, переходим в админку нашего сайта. Перехожу в плагины «Добавить новый». Вот так вот он называется. Вот в поле поиска вписывается название плагина. Нажимаете Enter. Вот его логотип. Вот данный плагин. 70 000 плюс активных установок. Достаточно популярный. Оценки. У меня он уже установлен. После активации данного плагина мы находим в настройках его позицию. Вот здесь. Настройки практически нет. Давайте разберем то, что имеем. Изначально документ в каком будет размере. То есть ширина, высота. Я считаю, в процентах можно оставить. То есть в процентном соотношении, значит, будет растягиваться он в каркас вашего блока. То есть вот в эту область шаблона будет вписываться. Если вы хотите указать конкретный размер, то вы можете здесь прописать вместо процентов пикселей. То есть, например, поставить 300 и поставить пикселей. Тогда он будет шириной ровно 300 пикселей. Дальше опция здесь. Дать возможность скачивать. Show download link. То есть показать ссылку для скачивания. Стоит не показывать. Выбрать можно All Users для всех юзеров. Или только для пользователей, которые залогинились на сайте. Если ссылкой оставляем, то можно на русский ссылку перевести. Вот видите, download link. Вот здесь вот английское слово переименовываем как скачать. Вот, в принципе, эти все настройки. Нажимаем сохранить изменения. А теперь к документу. Как им пользоваться. Например, я хочу в записи внедрить документ. Ну, давайте вот сюда я вернусь. Привет, мир! От этого плагина в Гутенберге есть своя плитка. То есть, я нажимаю по плюсу. Нахожу здесь документ. Вот. Это и есть наш плагин. Нажимаю вот на эту кнопку. И вот они, платные опции. У нас есть только две возможности. Загрузить непосредственно наш документ на сервер. Или через ссылку. Но тоже указать путь. Вот тут пример. Показан, как указать путь до файла. Вставляем ссылку и нажимаем на эту кнопку. Я буду показывать именно, как использовать файл с нашего сервера. Вот эти платные опции получаются. Потому что я навожу мышь. Видите, написано «Приобрести Pro-версию». То есть, получается, это с Google Drive можно использовать ссылку. Или с Dropbox. Ну, есть еще один вот вариант. Мне не знакомый. Не знаю, что это за сервис. Итак, можем просто загрузить PDF. Я возьму вот некий PDF. Вставить. Здесь мы можем тоже управлять возможностями ширины и высоты документа. Разрешить скачивать или нет. Здесь выбираем браузер. Вот этот момент. Не знаю, у меня вот этот вариант почему-то не отображается. Вот этот вариант выбираем. Нажимаем Insert. Опять же, я сейчас нахожусь в браузере Opera. То есть, даже здесь в режиме редактирования у меня не работает отображение PDF документа. Вот я обновляю страницу. Вы видите, ничего нет. А если я пройду в браузер Chrome, то здесь PDF прекрасно работает. Здесь уже думайте сами. Если для вас этот недостаток критичен, то, скорее всего, надо поискать аналоги данного плагина. Я еще не смотрел другие браузеры. Возможно, в других браузерах тоже этот документ не работает. Сам по себе плагин, он прост и интересен. Поэтому я сделал на него обзор. Возможно, кому-то он подойдет. Те, кто будут использовать какие-то другие файлы. Например, PDF не использует, а использует какие-то другие расширения, которые жизненно просто необходимы данный плагин. У вас будет отображаться, например, на всех браузерах. Тогда этот плагин точно для вас. Также, когда этот документ здесь выбран, у нас есть элементы управления данных документа здесь. Это те же самые опции, которые мы с вами видели при встраивании документа в статью на сайте WordPress. Продолжение следует...